Этой зимой туристы со всей страны приехали в провинцию Хэйлонзян, чтобы насладиться великолепными пейзажами севера Китая. Фирменные блюда провинции Хэйлонзян также стали популярными. Очередь перед универсальным торговым домом на центральной улице Харпина стала достопримечательностью этой зимы. Хлеб в форме дымохода обладает огромной притягательной силой. Увидела на онлайн-платформе Сёхуншу. Хлеб пушистый, а внутри него свернуто мороженое. Такое приятное и вкусное. Старый хлеб с прохратным вкусом мороженого – особое удовольствие в такой обстановке. На этой столетней улице никогда не бывает недостатков в новинках и красиве. И это мороженое, имеющийся куриторный коррорит, пользуется огромной популярностью. В интернете говорят, что самое романтичное занятие – это поехать в самое холодное место и съесть мороженый матерн. Здесь романтично. Я хочу привезти это романтическое настроение в Ханчжоу. Когда вы устали от ходьбы и проградались от шопинга, вы натыкаетесь за угром на русскую эмигрантскую кухню. В этом году русский ресторан, специализирующийся на русской семейной еде, стал центром внимания камеры туристов. Я русская эмигрантская в третьем поколении. Моя бабушка русская, а мама приехала в Харпин из России в возрасте трех лет. Мы хотим подарить посетителям тепло наших русской семьи в Харпине. Неожиданно, что в этом году так людно. Люди специально приехали сюда со всей страны. В отличие от традиционной русской кухни, а это семейный русский ресторан. Попадая в этот ресторан, безусловно попадаете в семью русских эмигрантов 1920-1930-х годов в Харпине. И весь ресторан наборной арикантностью и теплодой. Я увидела тамный ресторан на онлайн-платформе Сёхуншу. Говорили, что в нем очень вкусно готовят. Это действительно одно из тех мест, где очень хорошо сочетается Восток и Запад. Я так рада, что выбрала Харпин.